Вадим Алексеевич, здравствуйте. Поводов для сегодняшней встречи действительно много, но прежде чем перейти к их обсуждению, хотелось бы вернуться почти на 20 лет назад, когда вы впервые вышли в эфир. Тогда началась война в Ираке, которую вы освещали. А до этого, в 1999 году, 24 марта, происходили бомбардировки Югославии. И хотелось бы узнать ваше мнение, можно ли провести какие-то параллели между тогдашними событиями и сегодняшними событиями, которые мы наблюдаем на Украине? По поводу того, что касается лично меня, это было 20 марта 2003 года, это был прямой эфир, который в онлайн-режиме осуществлял комментирование событий, неожиданно грохнувших, нападение Соединенных Америки на Ирак. Прямой эфир, с чем его сила, он заставляет выложить все, что у тебя есть, самое лучшее. Если ты настоящий журналист, если ты настоящий человек, все будет у тебя хорошо. Если нет, значит будут сбои. Это было очень интересно с профессиональной точки зрения, но очень ужасно с человеческой. Потому что вы правильно отметили, уже до этого были бомбардировки Югославии. Югославия – это нам родная страна, сербы, Сербия. И вот на Югославии хотелось бы все-таки поподробнее остановиться, потому что, на мой взгляд, некоторые параллели между событиями в Югославии и событиями на Украине все-таки можно провести. Я бы сказал так, что чаще всего это будут какие-то антипараллели, от обратного, я бы так сказал. Потому что то, что сейчас делает Россия на Украине, она не нападает, она освобождает. В буквальном смысле освободительная война. Потому что вот тогда, скажем так, то, что мы сегодня называем коллективным западом, фактически Путин назвал уже империей лжи, мы коллективный запад придумали еще раньше, наш президент об этом говорил, что этот запад нам противник. Мы перешли постепенно от друзей к партнерам в кавычках, потом к заклятым друзьям, а сегодня мы открытые противники. Буквально сейчас мы с вами тут беседуем, а в Брюсселе идет саммит ЕС, потом будет НАТО, где обсуждают, как нас уничтожат. И Ван дер Лайн, госпожа бывшая министра обороны Германии, которая сегодня возглавляет Еврокомиссию, она прямо говорит, наша задача уничтожить Россию и Беларусь. Так что в этом смысле параллель есть. Тогда нападали на Югославию, я бы сказал, так была проба сил расправиться с Югославией. Во-первых, потому что это славянская страна, во-вторых, это православная страна, это та страна, которая имела очень глубокие связи с Россией. Ну и Милошевич, сама фигура Милошевича, это был тогда единственный последний, скажем так, в Восточной Европе президент, который, во-первых, возглавлял социалистическую партию, то есть левую по своему содержанию, а не правой партией, которая правила в Европе тогда и в мире. А во-вторых, он был независимым, он не хотел подчиняться тем указкам, которые ему навязывали. Грозили, грозили. Поэтому в этом смысле, то был, вот, знаете, мы сейчас говорим о продвижении НАТО, когда вступали одни страны, да, и так далее, и так далее. То вот это был способ включить Югославию, Сербию и государства, которые потом вышли из этой большой страны, в НАТО. Против ее воли. Против ее воли. Силовым образом. Вот Сербия до сих пор, да, вот президент Вучич недавно заявил, что нет. Особенно после того, как сейчас проявились события, да, вот, как вы выписывали неофашистский режим на Украине, западные страны. И когда сейчас это всем стало очевидно, что там и бактериологические лаборатории, что была подготовка к созданию ядерной бомбы украинской, грязной, чистой, их не бывает чистых, они все умерщвляют людей в массовом порядке. Так вот после этого Вучич говорит, мы теперь никогда не вступим. Потому что маски сброшены, совершенно всем понятно, да, что и Сербия, которая пострадала, которая выкрутили руки, бомбили этот же Белград, первые бомбежки, которые мы видели, да, в Европе. После Второй мировой войны. Это вот эти события. И в этом кардинальное отличие между теми событиями и событиями на Украине. Потому что российская армия, она все-таки наносит более точечные удары по военным объектам, а не проводит ковровые бомбардировки городов. Это технология, но с другой стороны технология связана с духовностью. Потому что, еще раз повторяю, российская армия туда пришла освобождать. Этот самый народ, который страдает от него фашистского режима. Ведь посмотрите, как сейчас происходят бои. Возьмите, хоть Мариуполь, хоть Киев. Что делают нацики, нацбатальоны и ВСУ, которые сейчас уже никакого различия между этими нацистами и так называемыми вооруженными силами Украины. Выйдите в поле. Вы такие сбравые. Вы кричали москаляку на геляку, мы там всех захватим Кубань, Крым, Донбасс. Вы такие мощные, у вас так много оружия западного. Вас обучили. Выйдите в поле и сражайтесь. Нет. Они трусливо забираются в города, прячутся в подвалы. Прячутся в жилые дома. Жители загоняют в подвалы. После детских садов, после конниц. И прячутся за их спинами. За спинами тех людей, которых они якобы призвались защищать. Они же клялись 8, а то и 30 лет тем, что они за украинский народ. Что за гидность там и так далее. Вот он, украинский народ. Дайте ему жить. Выйдите в поле и посражайтесь. Там померитесь силами, если вы хотите помериться. Нет. Вы знаете, что вы слабее. Вы действуете как обычный террорист. Это, кстати говоря, тактика украинских националистов была не сейчас изобретена. Сейчас говорят, что это ИГИЛовские. Я боюсь, что ИГИЛ научился этому у украинских националистов. Бандеровских и так далее. Когда была фашистская оккупация, бандеровцы прикрывали тылы немцам и занимались карательной деятельностью. Вот тогда у них была воспитана трусливая политика. Вот они вошли в Хатынь, 118-й полицейский батальон, где были все практически украинцы, которым руководил поляк по национальности. И они просто-напросто уничтожили людей. А Волынская резня, когда те же украинцы зашли, предкинулись советскими, их украинцы кормили радостные, что пришли освободители. Они там пьянствовали, самогон купили, нажрались, будем называть, а после этого тех, кто их так принимал, всех вырезали. Вот тактика. В этом смысле и нравственно российская армия сегодня намного выше их, но и задачи у нее тяжелее. Потому что посмотрите, как в Мариуполе происходит, и некоторые кадры попадаются. Это же видно. Это представьте себе, как спецоперация по освобождению заложников от террористов. Там каждую улицу, каждую комнату, каждое окошко приходится хирургическим тонким лазерным способом выковыривать. Можно было бы, как американцы, раку или массу просто снести к чертовой матери. Или вот прийти туда и сказать, мы освободители, прийти на эти руины. Российская армия этим не занимается. Посмотрите, как сейчас вокруг Киева уже практически месяц идет окружение. И Российская армия не принимает никаких действий по вхождению в эту столицу. Потому что, понимаете, это двухмиллионный город. Это мегаполис. И то, что там могут устроить украинские националисты, даже уму не хочется даже это себе представлять. Поэтому ищут малейшую возможность для того, чтобы спасти человеческие жизни. То же самое делает белорусская сторона. Наш президент Александр Георгиевич Лукашенко, он в этих сложных условиях, когда, во-первых, сколько оскорблений он вытерпел. И сами белорусы вытерпели. С вашего позволения на роли Александра Лукашенко все-таки хотелось бы остановиться поподробнее. Потому что и во время событий в Югославии он тоже, как вы, я уверен, помните, предпринял такую смелую попытку, как полет в Белград. Несмотря на то, что воздушный коридор ему не был предоставлен. Это был единственный глава государства, который не побоялся. И поехал прямо в Белград туда наладить какие-то отношения, поддержать того же Милошевича и показать, что он не в одиночестве. Несмотря на то, что воздушный коридор ему никто не предоставил и не гарантировал безопасность. И мы знаем, было очень много желающих это сделать. Так что Лукашенко, есть Лукашенко. Он тогда летел в Белград, зная, что самолет может быть сбит. Вот когда в августе 2020 года были события, он вышел с автоматом к нашим ребятам, к нашим защитникам. С тем, чтобы показать, что он с ними, он так же в строю, он не просто главнокомандующий, он в строю. Он не на белом коне где-то там, он с народом. Всегда на стороне тех, кого обижают. Он за справедливость. Это его человеческое качество. Вот уже тут ничего нельзя придумать. Возьмите еще раз, мы сейчас взяли 20-летние события, 24-летние и так далее. Мы видим, что человек, президент наш, он ничуть не изменился. Он может быть постарел, может быть поумнел, может быть еще чего-то. Но у него есть убеждения, за которые он готов сражаться. И эти убеждения, в первую очередь, защитить безопасность белорусского народа. Вы думаете, он поехал в Югославию просто так Милошевичу там поделать? Нет, он понимал, что идет общий навал, что меняется ситуация вообще в Европе. Если она будет изменяться в этом негативном направлении, то и Белоруссии будет тяжело и худо. Что и она будет подвергаться определенным опасностям. И мы это видим сегодня. С той же украинской стороны сколько угроз звучит в нашу сторону? Уже летают точки О, эти самые ракеты, да? Зачем их запускать? Мы что, воюем? Нас хотят изобразить воюющей стороной. Нас хотят втянуть в эту кровавую бойню, где, скажем так, защищаются интересы только Запада. Но, несмотря на явно нетружественные шаги со стороны украинского правительства, Александр Лукашенко, тем не менее, пытается наладить контакт между Россией и Украиной. В том числе предоставляя место для переговорных площадок. Ну вот об этом я и говорю, что он сейчас выполняет функцию, да, очень важную, сохранить ту минскую площадку, которая и раньше давала надежду на сохранение украинского народа, на сохранение территориальной целостности этой страны и так далее, и так далее. Не услышали украинские деятели, я, наверное, по-другому не могу сказать, его призывов, не поняли его роль. Лукашенко всегда говорил, я не хочу быть посредником, я не посредник, я не хочу на этом пиариться. Я просто вам предоставляю возможность, приезжайте, я обеспечу вам здесь безопасность, говорите о чем хотите, главное договаривайтесь. И они 8 лет ни о чем не договаривались. Поэтому сегодня, когда уже фактически вопрос о территориальной целостности Украины не стоит, потому что понятно, в том виде, в каком это было можно сохранить в 2014 году, уже этого не будет. Уже очевидно будет, в любом случае призвана и Луганская народная республика, и Донецкая, да и другие области могут отколоться и так далее, и так далее. И в этой ситуации до украинского населения все уже начинает доходить, а вот до украинского руководства не доходит. Из Минска звучит сигнал, друзья, оппоненты, как угодно, как хотите называйтесь, давайте сядем за стол. Самое главное, спасти мирных жителей. Первая тема, о чем договариваться на этих переговорах, это гуманитарные коридоры. Выпустить гражданское население. Но в том-то и дело, что как раз украинское руководство не хочет этого делать. Как вы уже сами говорили, они прикрываются этим гражданским населением. Оно ему нужно как щит и для того, чтобы затягивать собственную агонию, получать все новые и новые деньги. Вы понимаете, вот этих нацбатов можно и пожалеть, потому что они пушечное мясо. Они там все погибнут, да, так скажем, так или иначе, рано или поздно. А вот их ваташки будут в это время вывозить миллионы и миллионы долларов от той военной помощи, которую они сегодня получают. Это же все разворовывается. Давайте назначить вещами нами. Вот 9 миллиардов выделил Евросоюз, предположим, да? Где эти деньги? Они чтобы попали на Украину, банковская система не работает. По коммуникациям, по железной дороге нельзя провести. Только где-то автомобилями. 9 миллиардов, вы себе представьте, сколько это вагонов денег. Значит, они там же и складируются. Они не попадают на Украину. А кто их будет потом распределять, так говорю в кавычках? Тех, кто сбежит. А кто сбежит? Ну, кто имеет эту возможность. Кто будет прикрываться, сначала нацбаты прикрываются простым украинским населением, потом они будут прикрываться этими нацбатами, чтобы сбежать. Вот в чем дело. Поэтому не о помощи, так сказать, в кавычках, да, финансовой или любой другой, надо говорить, а о том, чтобы немедленно остановить кровопролитие, с тем, чтобы договориться о тех условиях, при которых Украина будет действительно денацифицирована. Чтобы никаких нациков никаких не было. Как можно вести переговоры, если один из переговорщиков возвращается в Киев, и его там убивают. Сначала говорят, что он изменщик, что он агент ФСБ, потом говорят, наоборот, герой, и он как бы агент СБУ. Но все равно убили. Как может... Ну, они часто меняют свои показания в последнее время. Это сигнал, между прочим, и тем, кто ведет переговоры. Выбрали самого, может быть, невинного. Показали, что мы с вами сделаем, если вы сделаете шаг влево или вправо, от того, что мы вам указываем. Поэтому и Лавров говорит, невозможно с ними вести беседу. Их постоянно кто-то дергает за руку. Они постоянно меняют показания и так далее. Их приходится ждать по несколько часов, в конце концов. Понимаешь, это не переговоры, а именно затягивания. В том-то и проблема. Поэтому я хочу напомнить еще одни слова нашего президента. Недавно в интервью Иночкей, японской корпорации. Он сказал, что есть дедлайн. То есть, есть тот момент, после которого переговоры уже могут перейти только в одну плоскость. О подписании капитуляции. И я думаю, что мы уже очень близки к этому дедлану. Если уже не перешли через него. Так вот, мне хотелось узнать ваше мнение. После Второй мировой войны США приняло участие более чем в 20 вооруженных конфликтах на территории других стран. На самом деле гораздо больше. На самом деле гораздо больше. Ну, это такое привлесительное значение. Это крупные боевые акции. И при том, что эти военные конфликты, они имели место в разных уголках мира. И при этом со стороны ООН, по-моему, никакого особого осуждения или протеста выражено не было. Не кажется ли вам, что эта организация, она в последнее время стала все-таки более ангажированной в сторону Запада? Вы знаете, она не просто ангажирована, она утрачивает все свои позиции. Вот мы берем 60-е годы, или вы говорите, участие американцев в военных действиях. Начиная от Кореи. Значит, американцы умели использовать, в том числе и ООН, для прикрытия своих агрессивных действий. Давайте вспомним, вот вы сейчас Корею упомянули, конфликт Северной и Южной Кореи. Они смогли дело поставить так, что они там были как бы с мандатом ООН. Воспользовались тем, что Советский Союз отсутствовал на одном из заседаний Совета Безопасности. Кстати, защищая позицию Китайской Народной Республики, потому что ее место в Совете Безопасности занимал Чан Кайши, представитель Тайваня нынешнего. И вот, воспользоваться этим совершенно незаконным образом, проголосовали и сделали их миротворческими силами. После этого были многократные попытки использовать этот же мандат, чтобы прикрывать американское войскость, уже не удавалось. Вот мы упоминали здесь иракские войны, первую, вторую и третью. Кстати говоря, и ту, которую мы комментировали в 2003 году. Значит, там не было мандата ООН. Вы почитаете в журналах и в газетах, что как бы он был, но это уже тогда началась вот эта самая империя лжи, выдавали желаемое за действительное. ООН не подписалась под этим делом. Доставали какой-то порошок, тальк, наверное, там был какой-нибудь, что я не думаю, что Колин Пауэлл... Ну, я еще тогда это высмею, чтобы привести в Совет Безопасности, где главы государства или представители официальные элементы бактериологического оружия, ни одна служба безопасности, в том числе американская, не пропустила бы его. Значит, они заранее знали, что там ничего опасного нет, что он потрясет абсолютно безопасно порошком. Но какой это возымел эффект? Это был вот тот самый фейк-ньюс, по, да, для казус Белли, для того, чтобы развернуть широкомасштабную вину против страны, не имеющей ни того бактериологического оружия, ни ядерного, как потом оказалось. Но суть в том, что американцы в этот момент уже привыкли, да, продавливать и ООН, и плевать на международное право. Даже у них не было мандата от ООН, они говорили, что у нас он есть, и так далее и тому подобное. Как и сегодня, они говорят о том, что мы как бы выступаем от всего мирового сообщества. Извините, 30 стран, даже если они, так сказать, входят в НАТО, это не все мировое сообщество. Конечно нет, в конце концов, есть Латинская Америка, Китай, Африка, Азия и тогда, и тогда. Уже исходя из этого, переходя тему ООН, хотелось бы спросить, вот как вы считаете, действительно ли мы становимся свидетелями переустройства мира и перехода его от однополярной к многополярной системе? Знаете что, сейчас мы действительно переходим к новой стадии, но это не переустройство, в том смысле, переустройство, некий планомерный процесс. Это, я бы сказал так, сопротивление той монополярности, которую американцы установили в 91-м году. Вот с самороспуском Советского Союза осталась одна супердержава. И, кстати, активность НАТО в то время резко возросла. Вот вы упомянули о том, что американцы участвовали в разных войнах. Хочу вам напомнить, что до 91-го года НАТО не участвовало формально, ни в каких американских войнах, потому что НАТОвцы, европейцы, боялись каким-то образом. Но был серьезный противовес со стороны Советского Союза. Да, Советского Союза боялись, как говорится, вот этого влияния Советского Союза и так далее. После распада СССР НАТО, это все стали НАТОвские совместные операции. Они прикрывались международным статусом и так далее. Американцы всягивали в Ирак кого угодно, по 30 стран. Даже Польша направляла туда какое-то количество солдат. Даже Германия, которой запрещено Конституцией, была участвовать в боевых акциях за пределами страны, направляла туда, вот первая Иракская война, направляла туда батальон химической защиты. Ну так сказать, проба сил. Вроде бы не военные, вроде бы оборонительные, защищаем от химии и так далее. Но уже тогда была попытка постепенно на тихих лапках подобраться к тому, что мы сегодня видим, когда они все объединились и в открытую говорят, мы хотим уничтожить Россию и Беларусь. Вот в этот момент мы должны четко сказать, что мы будем отстаивать свои позиции в любом случае. Нам не важно, какую там конфигурацию они себе видят мироустройство. Нам ясно одно. Мы независимые, самостоятельные, суверенные государства и никому этого не позволим отменить. Более того, у нас есть для того все материальные возможности. Я уже не говорю о политических и тому подобных. Если взять мощь армии Российской Федерации, то новое вооружение, которое Россия сегодня имеет, и которое в том числе передается и Республике Беларусь, если взять мощь нашей, маленькой, но очень, так скажем, эффективной армии, то все это в совокупности позволяет нам решать задачи самого разного свойства. Не только обезопасить нас, нашу безопасность, но, как видим, и спасать братский украинский народ от нацификации, от того, чтобы украинцы сами стали заложниками ядерного шантажа, но и чтобы они нас вот этими заложниками не сделали. И мы это решаем. Потому что сегодня показывается очень просто, что... Знаете, вот был в 80-е годы, у меня был знакомый один, он написал книгу, хорошую, мне нравится его название. «Бессилие силы». Она была написана про американский империализм. Вот сегодня при всей, так сказать, силе, которую они накопили, собрались в кучку, и так далее, их там 30 стран и тому подобное, они бессильны что-либо сделать против нас. Вот это самый важный момент. Более того, я уверен, что, если говорить о конфигурациях будущего построения, то, конечно же, монополярный мир уходит в прошлое. Вообще, влияние США уходит в прошлое. Поэтому они так и бесятся и злобствуют. Для них это, знаете, как в том какой-то песенке, да, это последний решительный бой. Вот они сейчас сдадут Украину, так скажем, да, и все. Никто им не поверит больше. Давайте размышлять очень просто. Если американцы вышли из Афганистана, ничего там не смогли сделать. Если они еще и отдадут Украину, то кто даже из их ближайших союзников будет уверен в том, что они обладают какой-то способностью что-то защищать, что-то навязывать, да, что у них есть еще какие-то силы. После этого тот же НАТО будет постепенно крошиться, как пирог устаревший и прогнивший. Вот насчет утраты США влияния, это проявляется сейчас в том числе и в мировой финансовой системе. То есть уже сейчас прослеживаются предпосылки того, что гегемония доллара, она все-таки уходит в прошлое. Каким вы видите возможное развитие событий? То есть будет ли это юань или появится какая-то новая мировая валюта? Ну, самое главное, значит, мы должны избавиться от доллара. Вот мы говорим об американской экономике, что она мощная, вот и д д д д. Значит, никто по-настоящему не анализировал состояние этой экономики. Значит, я вам хочу сообщить, это официальные данные, так скажем. Вот на каждые 5 долларов, произведенных в американской экономике, материальных ценностей приходится 60-65 долларов в спекулятивной прибыли. То есть это действительно мыльный пузырь. Самый главный экспортный товар, который продают американцы всему миру, это сам доллар. Сама эта бумажка, которая, кстати говоря, уже ничего не стоит. Под ней нет того самого золотого обеспечения, о котором они когда-то хвастались, и о котором уже забыли с 60-х, а уж тем более с 70-х годов после регономики. Поэтому, если мы сегодня констатируем, что 80% мировых торговых операций совершается в долларе, то надо сделать следующее. Сократить эту долю до 50-40-30, и от американской экономики ничего не останется. Более того, американская экономика не будет дожидаться спуска до 60%. Как только проявится эта тенденция, слава богу, благодарим господа за экономикс, за то, что американцы сами придумали так называемую рыночную экономику, начнется паника на биржах, и они в неделю, а может быть даже быстрее, снесут всю американскую экономику. И чем сильна американская экономика? Все хотят вкладываться в доллар. А когда доллар станет изгоем, когда он станет наоборот, выяснится, что экспортировать им особо нечего. Да, никто доллар не будет покупать, все на этом закончится. Для Америки. А для всего остального мира наоборот. Потому что, я сейчас уже не хочу лозунгами, вот мы говорим о том, вы спросили, что нам нужно сделать. Первое, нам, конечно же, нужна рублевая зона в рамках нашего союзного государства. Сегодня мы должны между Белоруссией и Россией торговать в рублях. Затем подумать о единой валюте. Какая это будет единая валюта? Белорусский рубль, русский рубль. Об этом мы договоримся. Это уже всем понятно, что об этом нужно договариваться. Далее. Вот то, что уже сделал Путин. Он продает кому хотят. Кто желает, покупайте у нас газ, нефть. В российские рубля. Но за российские рубли. Все. Значит, тут же что моментально происходит? Значит, чтобы купить газ, а без газа и нефти я жить не могу. Я покупаю рубли. Стало быть, курс рубля что? Растет. А курс доллар что? Как на весах в аптеке, в чашах. Начинает падать. Вот и все. Поэтому проблема не в том, что этого нельзя сделать. Это можно сделать. Можно было даже, кстати говоря, сделать давно. Надо было на это психологически решиться. Вот до последнего времени, знаете, как избавиться от этой психологической зависимости очень сложно. Так вот, этот кризис, который Запад сам создал, стал катализатором. Да, катализатором. Наступил момент истины. Вот та самая точка невозврата пройдена. Мы знаем, что сейчас более миллиона, а то и больше украинских беженцев выехали в страны Евросоюза. Да уже по официальной статистике 3,5 миллиона. Тем более, где их приняли и в принципе устроили. В то время, как на границе Беларуси и Польши беженцы находились около полугода. И их принимать никто не хотел. То есть, откуда такая избирательность? Почему украинцев принимают, а беженцев, которых в разы меньше было на границе с Беларусью и которые пострадали от так называемой демократии, никто не принял? Это стратегия и тактика подавления оппонентов. А Беларусь – это самостоятельная страна и хотят ее просто-напросто задушить. Поэтому, действительно, когда приехали сюда беженцы, которых породили сами европейские страны, и они бежали из Ближнего Востока, где пожар войны устроили европейцы и американцы, и они нашли тихую страну, через которую можно пробраться в тот же Евросоюз, с безвизовым режимом и так далее, надеясь на то, что европейские законы будут работать. Мы уже тему этого сто раз перебирали. Конечно же, белорусы не могли этих людей не пускать и так далее, и так далее. Поэтому на польско-белорусской границе скопились эти люди, а их туда, как вы правильно сказали, не пускали. Для чего? Потому что, опять же, этих людей, как вот сейчас нацики используют своих же украинцев, как какой-то щит, так вот там же этих людей также использовали для того, чтобы создать им проблемы и устроить какой-то пиар, черный пиар вокруг Республики Беларусь. Показать какой-то ужасный режим, что мы используем их в своих целях. Да, что мы используем людей, шантаж и так далее. Сегодня об этом уже все забыли. Просто у них переключились мозги. У них сейчас другие проблемы. Хотя ничего, собственно говоря, не поменялось. Они также не пускают на свою территорию этих бедных людей. А вот украинцев они пускают. Здесь несколько интересных цифр, я вам хочу сказать. По уже официальной статистике ООН, внутри Украины уже 10 миллионов перемещенных лиц. То есть люди бегут, перемещаются из городов и так далее. 3,5 миллиона выехали на Европейский Союз, в сторону Запада. И около 1,5 миллиона, до 2 сейчас доходят в Российскую Федерацию. Естественно, что в Российскую Федерацию не пускают. Мы это знаем. Там расстреливают тех, кто едет в ту сторону. И так далее, и так далее. Те же Назбаты. Но проблема вот в чем. Есть еще одна интересная цифра. Вот за годы оккупации немцы, не будем говорить немцы, мы будем говорить фашисты немецкие, тогда на работы в Германию из Украины вывезли 2 миллиона человек за 2 года оккупации. Вы представляете себе соотношение этих цифр. 3 миллиона и там 3,5 за пару недель и за 2 года 2 миллиона. Я не хочу поднимать эту тему, как использовали тех украинцев, фашистов. Но сегодня, как будут использовать этих людей нынешние, свободные, демократичные, те же немцы, поляки и так далее. Естественно, концлагерей нет. Рассовывать этих людей по помещикам, по фермерам или кому-то так далее, как в качестве бесплатной работы, рабочей силы. Нет такой возможности, значит, они этих людей должны как-то оприходовать. Ну, прошу прощения за этот термин. А есть ли такие возможности для экономики? Нет. Мало того, это люди, которые, ну, скажем так, я говорю об украинцах, чаще всего это богатые люди бегут. У кого есть возможность, вы смотрите, когда люди бегут, надо проехать большое расстояние, того же Киева, надо проехать, я не знаю, там 10-20 блокпостов. На каждом блокпосту с вас требуют что? Мзду. Иначе расстреляем или сберем машину. То есть у вас там багажник должен быть забит деньгами, и вы тогда доезжаете. Чтобы еще и по приезду, какое-то время... Да, еще как-то устроиться. Понимаете, что я делаю? Поэтому он приезжает, говорит, я вырвался, я на свободе, я в той самой Европе, Европе, да? Я требую к себе соответствующего отношения. И поэтому уже, так скажем, наглость и дерзость украинских этих якобы беженцев, она уже стала притчей во языцах. Даже в Израиле, да, вот уже куда они туда доберутся. В Мексике они уже появились. Поэтому это будет серьезная проблема для европейцев. Дело в том, что когда просто-напросто вот те беженцы, которые шли через белорусскую территорию, это были просто мирные жители, действительно. А здесь приезжают те люди, которые, во-первых, мозги у которых зачастую промыты, так скажем, фашистской или профашистской пропагандой. Во-вторых, у многих из них опыт боевых действий и не где-нибудь в пустыне, а именно в европейских условиях. А в-третьих, я уже не помню фамилию этого, так сказать, ну не знаю, как его назвать, но уже ролик его известен, когда он там обвешанный автоматами, говорит, что прибыл. Весь статуированный. Да, да, да. И весь автомат, пистолет, и он в Польше. Значит, он туда приезжает с оружием. Понимаешь, что идет? Да. Значит, это уже будет проблема для европейцев. Как они будут дышать, я не знаю. И еще один вопрос, на котором очень хотелось бы остановиться, он тоже в той или иной степени связан с так называемыми двойными стандартами. Это те русофобские настроения, которые, ну, уже давно наблюдались в Европе, но сейчас проявляются просто-напросто в открытую. Ну, взять те же призывы на Фейсбуке, в Инстаграме или итальянский университет, который предложил запретить Достоевского только по той причине, что он русский. В то время как на Западе постоянно утверждают, что они борются с дискриминацией в любых формах. Ну, это не то, что я уже... Это даже не 2D стандарт, это идиосинкразия, я не знаю, что это. В мозгах какие-то смещения. В общем, это в массовом сознании. Но я хочу отметить, как политолог, одну простую зависимость. Всякий раз русофобия усиливалась тогда, когда плохие дела были в самой Европе. То есть, ну, это старинный способ, да, когда нарастает какие-то революционные или протестные настроения в европейских странах, им нужно объединиться против какого-то врага. И чаще всего, проще всего указать, вот, значит, эти русские, там, белорусы. Раньше коммунисты, сейчас просто русские. Да, сейчас уже нет коммунистов, но все равно они плохие. И поэтому раньше они искали этому какую-то идеологическую, да, обоснование, типа, вот, красные там устроили, значит, коммунизм, еще что-нибудь. Сегодня мы тоже уже коммунизм не строим. Значит, нам просто приписывается, что мы просто ужасные, страшные, всех хотим съесть, я не знаю, это да, это да, это да. Да. Поэтому Достоевский, да, вот, кстати говоря, основная линия творчества которого, это чувство вины русского, да, избавление, да, и так далее, от каких-то проблем. То есть, там никакой агрессивности быть не может. Достоевский говорил о том, что, да, вот эта знаменитая фраза, да, что если мир построен на слезинке хоть одного ребенка, стоит ли... Да, он против такого устройства. Что это, как негуманизм, высший из своей формы, я сегодня от этого отказываюсь. Поэтому, действительно, пещерный, неандертальский, русофобский, западный мир, при всей своей технологичной, да, так скажи, форме, да, при своей, может быть, даже, знаете, вот такое выражение, изящно упакованная мерзость. Это фраза из Пристли, британского, значит, драматурга, по поводу другому, но фраза очень подходит. Изящно упакованная мерзость. Вот распаковали ее, и появилась мерзость. Распаковала эту мерзость, да, вот потребность, да, каким-то образом расправиться со своим противником. Все почувствовали, вот сейчас, значит, вот на Украине, значит, какие-то, может быть, трудности у России, у Белоруссии. Давайте мы, значит, этим, как говорят на Западе, этим окном возможности воспользуемся. Они же об этом откровенно говорят. Мы сегодня применяем то, что нам самим уже плохо. Мы не можем прожить и три месяца без газа и нефти, но мы все равно откажемся. Соединенные Штаты Америки не могут прожить без российского урана. Значит, мы, они уже на законодательном уровне, конгрессмены, чтобы бизнесменам не дать возможности спастись, принимают закон о запрете этого, да, так скажем, ну, импорта урана из Российской Федерации. Кстати, по этому поводу уже появился знаменитый, может быть, да, где в интернете, по крайней мере, анекдот. Ну, если американцы отказываются от урана, мы можем найти другие средства и вот туда доставки. Да? Ну, то есть, толкают нас к мировой войне. Но я могу вас заверить, никакой мировой войны не будет. Все-таки безумие не доходит до такой степени, да, что даже, посмотрите на Джо Байдена, да, это, в общем-то, человек, мягко говоря, ну, не во всех смыслах, да, адекватный. Отформанный от реальности в той или иной степени. Но, что он четко знает, это, чтобы не допустить третьей мировой войны, потому что она будет ядерной. А в этой ядерной войне не то, что никто не выживет. Я не буду говорить, выживать не выживет. Я могу сказать одно, американцы точно не выживут. Вот им спастись не удастся. И поэтому на эти действия американцы никогда не толкнут ни своих сателлитов, ни своих союзников. Вот сейчас будет НАТОвский съезд, вы увидите, да, и там будет единственный, так скажем, ну, в кавычках, миротворец, который будет сдерживать, там, эстонцев, латышей, тех же прибалтов или поляков от этих акций. Потому что поляки сегодня что хотят устроить? Они хотят, значит, ввести миротворческие силы на Украину и НАТО. Но это, конечно, непосредственно боевые действия. Или, значит, закрыть небо. Это, опять же, будут сбиваться, да. Российские самолеты, это, значит, уже конфликт, который переходит напрямую. Байден этого ни в коем случае не допустит. Да ему и не дадут этого американские военные. Потому что они отлично понимают, с кем они имеют дело. С какими воинами, и с какой техникой, и с каким моральным духом. Поэтому американцы этого не допустят. Русофобия это их инструмент. Вот они, в отличие от многих европейцев, мозги не потеряли. Может быть, в Конгрессе там есть сумасшедшие. Если посмотреть на Пелоси, да, Нэнси, то, значит, там становится понятно, что это некая клиника уже. Псаки тоже делали довольно смешные заявления. кто реально за ними стоит, кто кукловодит, они это делают не для того, чтобы там даже уничтожить Россию, не понимая, что это невозможно. Они даже не рассчитывают задушить Беларусь. Смею вас заверить. Они даже не рассчитывают спасти Украину. Они хотят утопить Европу. Вот пусть Европа ввяжется, она дорвет пупок, и тогда она будет наша еще на ближайшие 50-70 лет. Тогда они будут покупать все у американцев, будут слизывать все американские идеи и так далее и тому подобное. Потому что сегодня в Европе готовится, я скажу, смена политических элит в той же Франции, сейчас уйдет Макрон. Если на смену придет, скажем, Марин Липен, то это конец американскому присутствию в Европе. А если это произойдет еще где-нибудь в других, там, в Италии, в Германии и так далее, то все, Янки, go home. И они этого не хотят. Проблема в том, что ей, скорее всего, никто не позволит прийти к власти. Потому что, ну, мы видим ситуацию с Трампом, который на второй срок баллотироваться не смог, и подтверждалось, что фальсификации все-таки имели место на этих выборах. И Липен тоже как-то все-таки немного сомнительно по Липену. Есть особенность, есть особенность. Да, я понимаю, что Липен все не любят и так далее, но особенность настоящего момента. Вопрос в том, вот, собственно говоря, русофобия, может, была раскручена, для того, чтобы раскрутить французов против Липен, которая говорит о дружбе с Российской Федерацией. Но при этом действуют и другие факторы. Рост цен, рост цен на бензин, на все продукты, продовольственный, уже дефицит в той же Франции. А французы любят, знаете, что вкусно покючить. И все. Если у них не будет фуа-гра, там, или еще что-нибудь, да, каких-нибудь устриц, ну, это они еще у себя купят. А вот что-нибудь другое, такое мясистое, да, из русской, в ресторане у Максима, да, и так далее, и так далее. Вот они этому Макрону все это моментально припомнят. Так что тут, вот как бы, да, чаша качается очень тонко на вот этом переломе, что возымеет больше действий. То есть, исход он неоднозначен. Да, да, да. Вот ухудшение экономического положения или та, ну, как бы, русофобия, которую раскрутили сегодня и высосали из пальца. В качестве одной из целей специальной операции на Украине названа денацификация. То есть, очистка Украины от нацистов. И действительно, сейчас мы видим, что происходит так называемый нацистский реванш, когда в той же Прибалтике, в Латвии, если не ошибаюсь, предлагают запретить День Победы или когда отказываются от всего русского просто потому, что оно русское. То есть, и такие тенденции, они действительно вызывают тревогу. Ну, там они давно вызывают тревогу. Вот то, что сегодня происходит на Украине, вот это уже настоящий ужас. Потому что тут фашисты пришли к власти. Там фашисты еще только около власти и науськивают власть. А здесь они уже непосредственно пришли. Но там они тоже уже вовсю поднимают голову на самом деле. Да, конечно. Потому что это вообще, вы правильно сказали, это вообще реванш. Если вообще, если называть свечи с именами, то, чем сегодня заняты на Западе, это они переписывают итоги Второй мировой войны. Они уже их частично переписали. А сегодня они хотят не просто переписать, а победить. Не сражаясь в открытом бою, но победить, так скажем, полностью переписать всю историю и сделать нас побежденными, а не победитель. Если говорить о деноцификации тех задачах, которые поставило российское руководство на Украине, но тут это очень серьезная тема, можно на эту тему очень долго говорить. Что я могу сказать? Во-первых, есть опыт деноцификации в Германии после Второй мировой войны. Это, кстати, формула американцами принавлена. Три Д. Деноцификация, демилитаризация и демократизация. Сегодня о демократизации говорить не приходится. Мы видим, что демократизация наоборот привела к нацификации. Поэтому, если мы и будем говорить о какой-то демократии, то не в буржуазном понимании этого слова, а в истинном, если угодно нашем, славянском понимании. У нас в Беларуси демократия, настоящая народная. У нас референдумы и так далее, и так далее, чего нету на Западе. Вот такую демократию мы будем строить. Мы как раз должны дать слово украинскому народу не нацикам, не этим панам, которые приехали из Западной Украины и верховодят там. Вот в этом и будет заключаться деноцификация. Но ее должны, конечно же, проводить не российские силы, они российские силы должны поддерживать, помогать, но это должен делать сам украинский народ. Поэтому давайте последовательно. Сначала решим задачу демилитаризации Украины, а потом уже перейдем к деноцификации. Этот процесс будет долгий, лет 30. Вот попомните мои слова, надеюсь, мы до того времени доживем, и вы скажете, да, нацификация будет еще продолжаться. Потому что в той же Германии деноцификация, скажем, имела разные результаты на территории Федеративной Республики Германии и ГДР. На территории ГДР не осталось ни одного нациста. А на территории ФРГ, скажем, до 70-го года, вот, по переси 70-го года, примерно 80% судей Федеративной Республики Германии были бывшими фашистами. Ну, на Сападе вообще очень часто находили убежище бывшие нацисты. Ну, если говорить о Каслер-Коль, о Геншир, да, и так далее, и так далее, которые вообще-то служили даже чуть ли не в СС. Ну, Геншир был, в Гитлер-Югенте, и так далее, и так далее. То есть там деноцификация по-настоящему не была проведена. И в такую игру мы, конечно, играть не будем. У нас будет другой тип деноцификации. События развиваются в хорошем направлении. Гораздо было бы хуже, если бы вот этот нарыв, да, не был скрыт сейчас. Потому что, скажем, вот еще протянули бы год, полгода, два, представляете, у Украины получила бы ядерное оружие. Да? О чем заявлялось какое-то время назад, еще до начала специальной операции? А теперь мы знаем, что это было не просто заявление, это была реальная политика. Уже были подготовлены соответствующие вещи. И ракетоносители, и работы велись по созданию собственной бомбы. А в любой момент эту бомбу могли привести тайно с территории Соединенных Штатов и Мир. Не говоря уже о лабораториях с биологическим нарушением и прочих вещах. Но, тем не менее, спасибо вам за беседу. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok